а также функции объединения конкурирующих теорий. Существенную роль синтез играет и в эмпирическом исследовании. Анализ и синтез тесно связаны между собой. Если у исследователя сильнее развита способность к анализу, может возникнуть опасность того, что он не сумеет найти места деталям в явлении как к едином целом. Сравнение. Сравнение – это познавательная операция, лежащая в основе суждений о сходстве или различии объектов. С помощью сравнения выявляются количественные и качественные характеристики объектов, осуществляется их классификация, упорядочение и оценка. Сравнение имеет смысл только в совокупности однородных объектов в образующих класс. Сравнение объектов в том или ином классе осуществляется по принципам, существенным для данного рассмотрения. При этом объекты, сравнимые по одному признаку, могут быть несравнимы по другим признакам. Чем точнее оценены признаки, тем основательнее возможно сравнение явлений. Составной частью сравнения всегда является анализ, так как для любого сравнения в явлениях следует вычленить соответствующие признаки сравнения. Поскольку сравнение – это установление определенных отношений между явлениями, то, естественно, в ходе сравнения используется и синтез. Абстрагирование – это одна из основных мыслительных операций, позволяющая мысленно вычленить и превратить самостоятельный объект рассмотрения в отдельные стороны, свойства или состояние объекта в чистом виде. Абстрагирование лежит в основе процессов обобщения и образования понятий. Конкретизация Конкретизация – это процесс, противоположный абстрагированию, то есть нахождение целостного взаимосвязанного, многостороннего и сложного. Исследователь первоначально образует различные абстракции, а затем на их основе посредством конкретизации воспроизводит эту целостность, но уже на качественно ином уровне познания конкретного. Поэтому диалектика выделяет в процессе познания в координатах абстрагирования и конкретизации два процесса восхождения – восхождение от конкретного к абстрактному, и затем процесс восхождения от абстрактного к новому конкретному. Обобщение Обобщение – это одна из основных познавательных мыслительных операций, состоящая в выделении и фиксации относительно устойчивых инвариантных свойств объектов и их отношений. Обобщение позволяет отображать свойства и отношения объектов независимо от частных и случайных условий их наблюдения. Сравнивая с определенной точки зрения объекта некоторой группы, человек выделяет и обозначает словом их одинаковые общие свойства, которые могут стать содержанием понятия об этой группе – классе объектов. Функция обобщения состоит в упорядочении многообразия объектов и их классификации. Формализация Формализация – это отображение результатов мышления в точных понятиях или утверждениях. Является как бы мыслительной операцией второго порядка. Формализация противопоставляется интуитивному мышлению. Математики и формальной логики под формализацией понимают отображение содержательного знания в знаковой форме или формализованном языке. Формализация играет существенную роль в развитии научного знания, поскольку интуитивные понятия, хотя и кажутся более ясными с точки зрения обыденного сознания, малопригодны для науки. В научном познании нередко нельзя не только разрешить, но даже сформулировать и поставить проблемы до тех пор, пока не будет уточнена структура, относящаяся к ним, понятий. В научных суждениях устанавливаются связи между объектами, явлениями или между их определенными признаками. В научных выводах одно суждение исходит от другого, на основе уже существующих выводов делается новый. Существует два основных вида выводов – индуктивные, то есть индукция, и дедуктивные, дедукция. Индукция – это умозаключение от частных объектов явлений к общему выводу, дедукция – это умозаключение от общего к частному, то есть от общих суждений к частным выводам. Теперь рассмотрим понятие идеализации. Идеализация – это мысленное конструирование представлений об объектах, не существующих или неосуществимых в действительности, но таких для которых существуют прообразы в реальном мире. Процесс идеализации характеризуется отвлечением от свойств и отношений присущим объектам реальной действительности и введением в содержание образуемых понятий, таких признаков, которые в принципе не могут принадлежать их реальным прообразам. Аналогия моделирования. Аналогия – это мыслительная операция, когда знание, полученное из рассмотрения какого-либо одного объекта, переносится на другой, менее изученный или менее доступный для изучения, менее наглядный объект, именуемый прототипом, оригиналом. Открывается возможность переноса информации по аналогии модели к прототипу. Различие между аналогией и моделированием заключается в том, что если аналогия является одной из мыслительных операций, то моделирование может рассматриваться в разных случаях и как мыслительная операция, и как самостоятельный метод, метод действия. Модель – это вспомогательный объект, выбранный или преобразованный в познавательных целях, дающий новую информацию об основном объекте. Предметное моделирование ведется на модели, воспроизводящие определенные геометрические, физические, динамические либо функциональные характеристики объекта моделирования, оригинала. В частном случае аналоговое моделирование, когда поведение оригинала и модели описывается едиными математическими соотношениями. Например, моделируемый объект имеет одну и ту же физическую природу. То говорят о физическом моделировании. При знаковом моделировании моделями служат схемы, чертежи, формулы и тому подобное. Важнейшим видом такого моделирования является математическое моделирование. Моделирование всегда применяется вместе с другими методами исследования, особенно тесно оно связано с экспериментом. Изучение какого-либо явления на его модели есть особый вид эксперимента, модельный эксперимент, отличающийся от обычного эксперимента тем, что в процессе познания включается промежуточное звено, модель являющаяся одновременно и средством и объектом экспериментального исследования, заменяющего оригинал. Основным видом моделирования является мысленный эксперимент. В таком эксперименте исследователь мысленно создает идеальные объекты, соотносит их друг с другом в рамках определенной динамической модели, имитируя мысленно то движение и те ситуации, которые могли бы иметь место в реальном эксперименте. Наряду с операциями логического мышления к теоретическим методам операции можно отнести также воображение, как мыслительный процесс по созданию новых представлений и образов с его специфическими формами фантазии и мечты, как создание образов желанного.